Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем знакомство с ClickSense и сегодня рассмотрим создание повторно используемых элементов. По мере того, как ваше приложение будет становиться более сложным, вам может потребоваться инструмент, который позволил бы единожды определить выражение для расчета измерения или меры и впоследствии использовать это выражение многократно, избегая лишней повторной работы и потенциальных ошибок. Библиотека повторно используемых элементов, это основные элементы, позволяет вам централизованно создавать измерения, меры, объекты визуализации, в дальнейшем их повторно использовать на листах. Давайте перейдем в наше приложение. Откроем наш документ «Анализ продаж» и перейдем на лист «Дашборд». Нажмем кнопку «Изменить». Повторно используемые элементы, это в левом блоке у нас называются «Основные элементы». Добавим измерение «Страна». Добавим измерение «Страна». Мы можем его отредактировать и изменить это измерение с одиночного на детализированное. То есть, например, мы можем создать структуру. Сверху страна, а потом ниже город. И клиент. Вот у нас получилась такая небольшая структура. Можем ее назвать географией. «Сохранить». Теперь эту структуру мы можем повторно использовать многократно. И, например, на нашу диаграмму со странами мы можем эту структуру переместить. Заменим «Страны». Сейчас посмотрим, на что это влияет. Давайте все фильтры уберем. Видим, значит, США. И теперь, выбрав США, нажав кнопку «Ок», мы видим, в каких городах у нас максимальные продажи в США. Нажав, выбрав конкретный город и нажав кнопку «Ок», мы видим конкретных клиентов. Которые у нас есть в этом городе и которые у нас покупают. То есть мы можем проваливаться вглубь. Давайте теперь еще сделаем миру, повторно используем. Например, маржу. Чтобы нам каждый раз, когда мы маржу хотим рассчитать и вывести на какой-то график, в таблицу, чтобы нам каждый раз ее не вводить руками, мы можем один раз ее создать и потом повторно использовать. Давайте сделаем. Открываем наш редактор формул. Делаем маржу. Это профит. Сумма прибыли разделить на сумму продаж. Сумму продаж. Нажимаем «Применить». Пишем «Процент маржа», «Процент». Создать. Теперь у нас есть поле, которое мы можем использовать многократно. Давайте процент маржи выведем на график «Место продаж». И заменим «Заменить продажи». Посмотрим, есть ли зависимость маржи от времени. Вот так вот. Такой явной зависимости нет. Все более-менее хаотично. Так. Также мы можем какие-то сложные визуальные объекты, графики, также добавлять в нашу библиотеку и повторно использовать. Например, можем взять и перетащить график дерева. Добавить. И потом этот же график вывести на другой лист. Продолжение следует...